Меня зовут Валентин Заикин. Я из Санкт-Петербурга. Сейчас я нахожусь в Ташкенте. В России я работал в сфере строительства. Вообще, когда я родился, сразу решил, что буду строителем и пошел по этому пути. У меня два высших образования. Одно реставрационное, второе строительное ПГС. Очень долгое время я работал, почти все время, я работал на гособъектах, я работал с какими-то памятниками федерального, регионального значения, в реставрационных работах, в общестрое, в проектировании. Общий строительный стаж у меня 15 лет. Там 14 с чем-то, 14 с половиной лет. Последний, один из последних моих объектов был объект в Геленджике. Там комплекс объектов. Там город, там целый город. Это тот самый объект. Я подписал документы о неразглашении. И да, я могу сейчас выложить все, раскрыть карты, раскрыть подробности и даже в чем-то дополнить работу ФБК Навального, потому что очень многое они не знают. И да, мне какой-то штраф там в районе, по-моему, миллиона рублей и каких-то сопутствующих убыток в России там впаяют. Я хочу, чтобы у меня осталась возможность возвращения в Россию. Но не сейчас. Где-то там через 10 лет. Может быть, на пенсии. Не знаю. Сначала мы выполняли этот объект. Я относился к этому нейтрально. Первый звоночек, я хочу сказать, был, когда вышло расследование Навального. И часть коллектива, работающая на объекте, немножко пересмотрела точку зрения. И было ощущение, что мы делаем что-то не то, что мы должны делать. Было такое, какое-то ощущение причастности к чему-то плохому. Я хочу сказать, что я к работе всегда отношусь профессионально и качественно. И те, кто меня знают, это подтвердят. Но в тот момент у меня не то, чтобы руки опустились. Это его никто не заметил. Но я внутри перестал выполнять ту работу, которую я должен был выполнять. Наверное, это неправильно, потому что мне платят деньги, я должен следить за качеством, я должен что-то делать лучше. Я начал впервые в жизни к работе относиться наплевательски. Именно на этом объекте. А в какой-то момент я понял, что да, на стройке отмываются большие деньги, воруются. И все, кто находится под Путиным, воруют у него же деньги. Они тащат друг у друга. Меня это забавляло, веселило то, что даже на его объекте обчищают его же. Раньше я очень плохо относился к американцам, к Европе. Я был такой путинист-патриот. Когда Крым перешел к России, я съездил в него четыре раза. Работая в Гленджике, имея машину, мы с женой ездили туда отдыхать. И я понял, что Крым, ну это никак не Россия. Сейчас я считаю однозначно, что это территория Украины. Да, я, кстати, плохо относился к украинцам. Очень плохо. Ну, я их не любил. Хохлами называл. Но когда началась война, я понял, что эта нация очень сильная. Я понял, что мы не правы. Да, это уже не звонок, это уже четкий призыв к действию. Начало войны, все. Все. Россия, все. Знаете, хорошая аналогия. Титаник. Дорогой большой корабль с большущим ресурсом. На нем все богачи. И вот он ударяется об айсберг. Он начинает крениться. Но на нем до сих пор играет музыка, подается еда. И плывущие на нем даже не знают, к чему они идут. Они радуются жизни. Им это все хорошо. Но были люди, которые сразу понимали, к чему это приведет. По-любому были такие люди, понимали. И вот уезжающие из России, они более, сейчас более в этом плане дальновидны. Потому что у России уже большой крен. Он заметен настолько, что это нельзя не заметить. Россия наполовину уже начала тонуть. И когда люди... Мне много в комментариях пишут, типа, Валентин, ты там зря уехал. Ну, хейтеры какие-то. Типа, за Россией будущее. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, какое из России будущее. Поддержание сетей связи, сетей там электроснабжения, водных сетей, любой инфраструктуры требует ежегодно каких-то средств. Хорошо, если она хорошо спроектирована. И это какие-то минимальные вложения. Но они все равно должны быть. И даже в нормальных условиях не везде получается в России обеспечить это содержание. Я бывал в разных других городах. При реконструкции того же Сегежского ЦБК я посмотрел на город Сегежа. Это вообще жесть. То есть Петербург это еще очень хорошо. И Москва. Вы посмотрите на другие города. И когда эти средства хотя бы минимально выделяются, то минимально что-то хотя бы как-то поддерживается. Знаете, такая дохлая лошадь, которую чуть-чуть кормит, и она еще чуть-чуть едет. В том же Сегежском ЦБК я помню там на старых цехах, там просто переставляли какие-то задвижки с разрушенных зданий, просто скручивали. Они просто были более работоспособны, чем те, которые выходили из строя. Просто поддерживали хоть как-то, имея минимальный бюджет. Так же и в Питере, и в Москве. Просто чуть масштабы другие. Но когда вообще прекращается финансирование какой-либо инженерной сети, она не сможет работать месяц, два и три даже самостоятельно. У нее очень маленький запас. То есть у разных инженерных сетей свой процент износа и свой как бы запас времени по работе. И когда она исчерпывает этот ресурс, она начинает сыпаться, сыпаться везде. Мы сейчас эти точечные пробои начинаем видеть. Это только точечные. Их с прошествием времени, их пусть становится в разы больше. То есть лавинообразный. График вот такой, он поднимается наверх. То есть какие-то сети еще тянут, что-то еще тянет. Но потом это будет ухудшаться в разы лучше. Такие, ну да, два года идет война. Вроде бы ничего плохого не происходит. Чуть-чуть что-то где-то там начало скрипеть. Но третий, четвертый год, а на пятый там вообще уже все потрясит. Я думаю, что износ инженерных сетей это не самая большая проблема, которой надо бояться. Там, ну, будут перебои с электричеством, будут перебои с водой. Это не так страшно. Гораздо больше экономические проблемы. И те же самые инженерные сети, их можно было бы потягивать, если были деньги. То есть голова и корень проблемы. Все в экономике и в деньгах. А уже деньги тянут за собой инженерные сети, и человеческий ресурс, и так далее. Своё решение уехать из России я принял 24 февраля 22 года, в момент начала войны. Где-то примерно неделю я еще наблюдал за ходом событий. Я смотрел, к чему это приведет. И через неделю мне стало понятно, что война затянется долго. Я думал, что она затянется где-то на полгода. То есть я был еще очень оптимистичен. Я веду своего опыта, образования, каких-то жизненных навыков. Я легко в голове моделирую события, которые могут происходить. Фантазии, может, хорошие, не знаю. И у меня сразу куча ветка действий, ну, целое дерево действий, что может произойти дальше. И 90% этих действий ничего хорошего для меня не сулили. Потому что я себя в стране больше не видел. Я понимал, что... Да, у меня была хорошая работа, я мог хорошо зарабатывать, работать и не обращать внимания на войну. Но я понимал, что с моих налогов каждый рубль, который я зарабатываю, идет на убийство людей в соседней стране. Я просто принял решение, что с моих денег не пойдет ничего. То есть для того, чтобы завершить все дела в Санкт-Петербурге, на это мне понадобилось где-то 3 недели. Я переезжал сюда, не имея денег. Так получилось, что, несмотря на то, что я хорошо зарабатывал, на тот момент у меня сильно не было накоплений. Дело в том, что я завершил объект в Геленджаке. И где-то 2-3 месяца я отдыхал. Мы путешествовали по Кавказу, в Грузию заезжали. Ну, то есть много где побывали с женой. И весь денежный ресурс, в принципе, ушел на вот это путешествие. Уезжая сюда, я воспользовался компанией одной. Они отправляют людей в командировку. То есть моя задача была бесплатно переехать в Узбекистан. Жене я оставил 20 тысяч рублей. Ну, где-то там 20-30 тысяч рублей осталось на пару месяцев. Я сюда приехал, у меня в кармане было 10 тысяч рублей. Приехал я бесплатно за счет этой компании и сразу же начал искать работу здесь. В течение двух недель я нашел работу. То есть приехал я сюда в Самарканд. Находясь в Самарканде, я нашел работу в Ташкенте. Переехал в Ташкент. И получилась такая ситуация, что я стоял просто на улице с рюкзаком. То есть я сходил на собеседование. Мне сказали, нам нужно подумать. Я сказал, ну, вы думаете, у вас есть один день. Либо я возвращаюсь в Россию. Хотя это был блеф. Либо вот я здесь готов работать. Я стоял на улице с рюкзаком. Вся моя жизнь, все мои вещи были в рюкзаке. Мне некуда было идти. Я думал, где переночевать. И чем хорош Узбекистан? Тем, что тебе даже не нужно что-то, кого-то просить о помощи. Кому-то что-то говорить. Люди сами с тобой общаются. То есть я просто зашел в торговый центр. Купил, ну, поесть что-то там. Пюре, котлета. Ну, что-то сел поесть. Просто начал общаться с продавщицей. Она со мной начала общаться. Типа что? А вы с рюкзаком откуда вы? Чего там? Ну, может быть, помощь какая-то нужна. Я говорю, ну да, мне как бы негде переночевать. Вот. Она говорит, ну, не проблема. Давай мы тебя сейчас найдем. То есть она быстро нашла, где я мог остаться на ночь. В эту же ночь люди приняли меня бесплатно. Я жил у них бесплатно, и они меня кормили в течение недели, пока мне не была дана первая зарплата. То есть да, у меня там было 5000 рублей. Я на всякий случай их держал. Вдруг что там понадобится. Но через неделю, когда мне дали зарплату, мне дали, помню, 300 долларов. Это как раз там зарплата, по-моему, за три дня. Ну, так попало, да. Я людям купил продукты, отблагодарил их, конечно. Вот. И компания сняла мне в отеле квартирного типа как бы номер. Там кухонька маленькая. Два месяца я жил в этом отеле. Зарплата у меня была хорошая. Ну, нормальная. Для инженера технического назора это хорошая зарплата. 3000 долларов. Я накопил деньги на переезд сюда жены и кота. Узбеки и узбекистанцы очень помогли мне в адаптации. Они подсказывали, как здесь что устроено, как что нужно. Кажется, СНГ, но жизнь здесь сделана совершенно по-другому. Очень много мелочей. Разных мелочей. Банально, даже если вы заказали что-то по почте, вам не придет извещение. Никакое бумажное не придет. Вам позвонят по телефону и скажут, что посылка на почте. И можно попросить оператора, чтобы он вам вечером ее занес за отдельную плату. Либо идти на почту. То есть есть такие маленькие нюансы, которые отличаются. И вот в тот момент, когда я здесь два месяца пожил и понял, что очень много таких же переезжающих, как я, нуждаются в этой помощи, а на ютубе не было ничего. И вот в тот момент я решил, что нужно вести канал. Сейчас я веду ютуб-канал «Едем жить в Узбекистан». Он помогает релокантам, переезжающим в Узбекистан, преимущественно из России, из Украины тоже. Но есть ребята, которые из Белоруссии, мы тоже помогли. То есть у нас на канале находятся методики о том, как нужно переезжать, что понадобится, как имейслот зарегистрировать, что нужно, чтобы вас не обманули арендодатели. То есть разные инструкции и подсказки. То есть изначально канал создавался как раз для помощи в релокации. Здесь мы не просто говорим о теплом климате региона или красивых туристических уголках и достопримечательницах республики, как это делает бесчисленное множество других блогеров. На нашем канале мы рассмотрим именно техническо-документальные аспекты, необходимые при релокации в Узбекистан. Первый поток – это люди, уехавшие 24 и 25 февраля. Второй поток был более размазан. Это люди, у которых не было денег, возможности, они продумывали свой переезд. Это такие, как я. И третий поток – это сентябристы. Они больше все-таки из-за испуга переезжали. И это остаток второго потока, который готовился переезжать. Сейчас идет четвертый поток уезжающих. До сих пор люди уезжают из России, из Украины тоже уезжают, из Беларуси. Люди уезжают из этих стран. Преимущественно в большинстве из России едут. Этот поток не так заметен, потому что по чуть-чуть, каждый день, немножко. Но это очень большой отток людей. И это очень хорошо. Я хочу сказать, что целью моего канала есть не только идея помогать релокантам. Это да. Но я на своем канале ее не озвучиваю. Основная цель – это выдернуть максимальное количество толковых людей, работоспособных, которые тянут за собой экономику. Выдернуть ее из-под власти Путина. Чем слабше у него человеческий ресурс, тем он будет слабше. Меньше налогов, меньше людей, меньше возможностей. А уезжают в основном недворники едут. Уезжают нейрохирурги, инженеры, строители. Уезжают айтишники. В первую очередь айтишникам проще всего ехать. Уезжают те самые рабочие кадры, которые именно создают вокруг себя. Очень много в Узбекистане реалансировалось бизнесменов, которые здесь открыли бизнес. Причем, кстати, не факт, что такой же, что в России. Есть опыт, что человек занимался мебельным производством, а здесь открыл ресторан. Это люди, которые создают рабочие места, которые поднимают экономику. И сейчас экономика Узбекистана поднимается. По моим прикидкам, в Узбекистане сейчас осталось где-то 20 тысяч человек. Примерно. Я могу ошибаться. И кто-то уезжает дальше. И сейчас тоже люди уезжают. А кто-то здесь остается. И кто-то сюда еще до сих пор приезжает. То есть поток новеньких сюда не уходит. У нас есть также телеграм-чат, в котором мы оперативно помогаем людям. И я вижу, что люди сюда едут. Здесь не такая автократия, как в России. Здесь я чувствую себя свободно. Здесь есть относительная свобода слова. Здесь нет войны. Здесь мирная политика. Узбекистан дружит не только с Россией. Он дружит со всем миром. Узбекистан может выдать только через Интерпол. Я никого не убил. Я не совершил никаких грабежей. Я не нахожусь в розыске в Интерполе. Либо, да, есть соглашение между Узбекистаном и Россией, но это выдача только, когда у тебя есть определенная статья. То есть по статье о том, что я называю войну войной, Узбекистан не выдает людей. Здесь это безопасно говорить. И многие местные жители говорят, ой, у вас в России война. Да, к сожалению, в России у нас война. Ну, то есть никто не боится здесь войну называть войной. Для россиян, наверное, это немножко непривычно, поэтому я на этом акцентируюсь. Для меня это норма. Это белое называть белым, черное называть черным. Когда я только приехал, ко мне относились вообще как к человеку более профессиональному, опытному. Всегда говорили, вот у нас в дирекции есть приглашенный специалист из России, он в этой области компетентен, давайте мы послушаем его мнение. И меня там слушало большое количество людей, я им что-то рассказывал, даже те, которые старше меня и по должности выше. Тут нужно сказать, что такое, чтобы тебя слушал в Узбекистане старший человек, это очень редкость, потому что здесь очень большая иерархия по возрастам. То есть человек младший всегда будет слушать старшего. То есть прямо вот очень хорошо меня оценивали. Потом я здесь прижился, посмотрел на все это изнутри. Во-первых, здесь очень много местных русских людей, и никто на россиян здесь не реагирует как на какую-то диковинку. В Ташкенте 95% населения разговаривает на русском языке. Здесь нету разделения на своих и чужих. Узбекистан это многонациональная страна, без национализма, без нацизма, без этого всего. Тут были раньше случаи в 90-х годах, которые тоже поставили точку по вопросу национализма, и узбекистанцы все считают себя одной нацией. То есть тут русские не зазнаются, они более такие простые, они больше как узбеки такого менталитета. Узбеки очень разные, есть европейзированные, есть классические узбеки, таких традиционных ценностей. И все эти люди ко всем относятся нормально, к любым. Здесь даже есть синагога. В Ташкенте есть синагога еврейская, здесь есть евреи, здесь есть таджики, узбеки, киргизы. И тут что-то в районе, если не ошибаюсь, по 200 национальностей проживает в Узбекистане. Я не чувствую здесь никаких ущемлений. В плане личных надежд, я надеюсь, что я все-таки добьюсь какого-то финансового благополучия благодаря своему каналу. Получу какую-то в этом плане независимость. Буду развиваться в этом плане. В плане надежд России на ближайшие 10 лет у меня нет никакой надежды. Даже если война закончится прямо сейчас, когда вы смотрите этот сюжет, России понадобится от 5 до 10 лет, чтобы хотя бы восстановиться до уровня Узбекистана. Хотя бы. Потому что в Узбекистане сейчас уровень жизни выше, чем в России. И по продуктам, и по заработку, и по качеству жизни, по всем параметрам, и по политике. Нужно будет выплачивать России репарации Украине. Нужно будет реконструировать свои здания, инженерные сети, дороги. Всю инфраструктуру свою поднимать. Украину всю нужно будет отстраивать. А как это может сделать страна, которая высосана финансово? Я не экономист, но даже я понимаю, что это займет долгие годы. И, наверное, 10 лет – это оптимистичный прогноз. Я готов вернуться в Россию, чтобы помочь ей восстанавливаться. Я строитель высокого уровня. Действительно высокого. И я готов России помогать восстановлению. Но при этом должна полностью смениться власть. Закончится война. Смениться власть. Должна наступить та самая Россия будущего. Тогда я буду готов вернуться. Я понимаю, что это будет тяжело. Что поднимать со дна утонувший Титаник будет очень тяжело. И я до сих пор остаюсь патриотом России, патриотом Родины. Пропаганда специально путает патриотизм России с патриотизмом и любви к Путину. Объединяюсь у этого единой. Нет. Я люблю Россию, я люблю свою страну, я люблю свой дом. Но я не люблю правительство России. Говорит, не Москва. Слушайте внимательно.